Друзья, всем привет! Я только что из новой почты и сегодня у нас охлаждалка приехала. Как я говорил Zalman TNPS-110 Performa. Вот такая вот охлаждалка. Довольно-таки тяжелая. Заявленный вес радиатора с койлером Гена 771 грамм. Ну такой увесистый. И также несколько вентиляторов. Ну ничего здесь интересного такого нет. Обычные вентиляторы. Ах, какие обычные. Один у меня должен быть у нас подключение к Мамаше на 4 пин, 4 провода. В общем позволяет регулировать вращение вентилятора из-под винды. В общем, довольно-таки удобная штука. Так, и потом в другой посылочке я еще там один или два себе закажу. Ну в общем-то посмотрю, как будет работать. Так, и один у нас обычный. Это у нас будет на вдув. Самый такой-самый такой дешевый. Ну как дешевый? Не дешевый, где-то там 50 или 60 гривен. Вот такой вот депкул. Разъем Molex. Вот здесь вот. Это у нас он будет работать со стороны со стороны жесткого диска. То есть на вдув в корпус. В общем-то у нас на вдув будет где-то 2 будет на вдув и 2 на выдув. Может еще добавлю. Ну я буду, ну я посмотрю по состоянию общей температуры в блоке. И тогда уже буду что-то делать. Если при рендеринге какого-то 20-минутного или там 40-минутного видео там температура не сильно будет подниматься, то все в порядке. Конечно же, если летом, вот в жару, вот когда вот жара, температура не будет подниматься, то все в порядке. Ну если я замечу, что температура неумолимо ползет вверх, то продувку нужно, продувку блока нужно будет сделать еще лучше. Так, там все видно? Видно. Вот такой вот коробочек у нас. Так, открываем. Я на новой почте открывал, смотрел все ли у нас в порядке, все ли на месте, все ли укомплектовано. Да, все укомплектовано. Так, что ж, это у нас скобы крепления вентилятора к радиатору. Так, это у нас крепление на Intel. Intel нам надо. У нас AMD. Так, а вот у нас AMD-шнее крепление. Да, такие вот крепления под AMD. Так, вот эта вот проставка должна идти под вот этот вот. Опять забыл, как его зовут. Кто-то спец, я его доширака положил. Нет, это термопаста. Ты что? Так, термопаста и болтички, 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 гаечки. Все в комплекте, все есть. Так, бумажка, на которую всем всегда положить, хотя мне нет, потому как нужно почитать, как все это должно собираться. Давайте смотрим дальше. Ого, вот это дракон. Ничего себе. Вот это охлаждалка. Знаю, не самый такой крутой, но, в общем-то, хорошо. Здесь, ну, как и говорили, не до блеска отполирована, но со своей задачей вполне справляется. И 120-миллиметровый вентилятор на подшипниках качения. Так, что ж, сняли. И теперь вот эти вот болтички, он должен быть, да, вот сюда вставляем. Вернее, гайки, какие болтички. И вот это вот, 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 да. Вот такая вот резиновая, как бы, есть держалка и защита. Вот. Отклеили. Правильно, выступ вверх, выступ вверх. Установили. Я так думаю, так. Аккуратненько его наклеим. Ровненько, равномерно. Да, главное, так более-менее равноверно его наклеить. Ну вот, если в инструкции сказано, отлепить и приклеить, значит, отлепить и приклеить. Поверхность просто лучше обезжирить спиртом, чтобы все было чисто. Здесь мы потом обезжаем. Теперь берем отверточку, и нам сейчас нужно прикрутить вот эти вот, как бы, держатели, или как они, правильно называется. Так, в общем-то, не давим на него, держимся в руках. Стоит эта штука довольно-таки недешево. Ну, как, тысячу, что-то там, 18 или 80 гривен. Так, да, по всей видимости, он должен идти по всей логике. Вот так вот. Так. Но все-таки ты, Марик, лучше пересмотри. Проверь. Да, 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 да. Так, так он должен идти. Так, здесь есть, как бы, такие ключи, куда он заходит. То есть, эта планочка заходит в свой паз, и никуда она не убежит. Так, вот эти вот болтики, я так понял, это на МДХу. Это Intel Inside. Нужно очень-очень аккуратно с ним, потому как вот алюминий загибается. Я уже вот нижние планочки вот эти вот загибал. Криворуги, согласен с вами. Термопаста. Так. С термопастой нужно сжатничать. Чем меньше слой ее будет, тем лучше. Процессор это вообще-то не сосиска, так что здесь нужно... Здесь нужно все по минимуму. Вот. Есть. Чуть-чуть вот так вот можно ее покачать. Так. Да он, в принципе, сам вот едет, если вот так вот его отпустить. Ладно. Теперь вот эти вот болты. А-а-а, начинается. Ну вот, все винтики, скажем так, наживил. И теперь, скажем так, равномерно, крест на крест, я все это дело буду затягивать. Теперь сам вентилятор. Вот наш вентилятор. Так. Задевать память, мешать, вернее, памяти не будет, так как у нас будет задействовано вот только вот этих вот два слота синих. Ну, вентилятор можно будет, наверное, чуть-чуть вот так вот поднять и планка еще одна влезет. Но мне 16 гигов надолго хватит. По всей видимости, вот эти вот дырки должен зайти... Нет. Неверно. Ладно. Значит, вот так. А, да. Ну, наверное, вот так, но как иначе. Да, блин, да кто это придумал? Сейчас возьму стяжку, все, на стяжки поставлю, ей-богу. Ох, где мои стяжки? Ну, наконец-то, моя тупая башня доперла, как это дело надо устанавливать. Вот так вот. Раз. И защелкиваем. Вуаля. Это стяжки, стяжки. Он еще имеет вот так вот, как бы, по высоте. Нам нужно самый-самый-самый-самый-самый низ, чтобы поток воздуха еще немножко дул на цепь питания, на радиатор цепи питания. Вот, думаю, вот так вот будет отлично. Да. Ну, в общем, 16 гигов. 1600 CL, это тайминги, наверное, вот. Вот. Да, две по 8 гигов. Что ж, конечно же, сейчас мы ее откроем. Все на пломбе, все как положено. Так, тоже аккуратненько желательно ее открывать, чтобы сейчас ничего не выпало и не улетело мне на пол. И, чтобы не перегнуть какую-то планку. Видно, что радиаторы, как бы, блин, показать-то, что они приклеены на двухсторонний вроде бы скотч. Не знаю, помогает это охлаждению или нет. Или, может быть, это какая-то специальная такая клеющая лента, что передает тепло, в общем-то. Без понятия. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Сейчас мы по одной будем ее ставить. Буду ставить ее в синий, в синий слот, в синие слота. Так, вставляем. С обратной стороны придерживаем и... Вот. Полностью защелкнулась. Да, довольно-таки туго, ребята, эта память вставляется. На моем старом компе, ну, там просто DDR, ну, наверное, уже гнездо настолько раздолбанное, что она просто туда залетает сама, под своим весом. Здесь, здесь, да. Нужно приложить усилия. Так, держим. И равномерно. Во. Все. Память у нас есть. Так, вот если немножко приподнять вентилятор, возможно было бы установить их... Да, она, в общем-то... Сейчас я разверну и покажу. Ну, вот видно, что память, она бы влезла под вентилятор. Так что никаких проблем здесь нет. Ну, вот. Мамам можно уже ставить потихоньку в блок. В общем, нужно подкопить денежку на SSD-шник. И на VD-ху синюю на 1 терабайт. Кто-то говорил, бери красную, но, ребят, красная дорогая. Спасибо вам, ребят, за поддержку. Спасибо за лайки. Спасибо, что смотрите это видео. Огромное спасибо людям, которые поддерживают комп копеечкой. На этом все. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok